МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот смотри. Сумки, документы. Вон валяются до сих пор. Документы и перечень. Что здесь лежало? Какие-то капельницы, смотрите. Какие-то личные вещи, вот они, лекарства, вот они. Все это можно просмотреть. И так оно все и лежит-то. Донецкая область, окрестности села Грабово. 80 дней спустя авиакатастрофы малайского Боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На территории более 30 квадратных километров по-прежнему разбросаны обломки упавшего в июле самолета. Почему фрагменты лайнера до сих пор находятся здесь? Как может проводиться международное расследование катастрофы без главных доказательств? Как говорят, что местные все растащили, тут, посмотрите, никто не трогает. Так что себя, потому что это грех. Никто за это не возьмется. Все, оно как лежало, тогда так оно все и лежит на месте. Олег, то есть, получается, самолет крутило вот над этим полем, да, от места, куда мы сейчас подъезжаем? Он начал там уже рассыпаться, падать. И вот его крутило, крутило, чтобы, получается, разорвало. Вот центр самолета, если так говорить, упал уже. Да, центр здесь. И хвостовая часть упала уже при въезде в Грабово с двигателями. Командир отряда ополчения Олег Втулкин в день трагедии в числе первых оказался на месте падения малайзийского самолета. Я прибыл примерно через полчаса, как произошла эта катастрофа. Это все горело. Лежали мертвые тела. Горели тоже. Обгорел ее. Эти кадры демонстрируются впервые. Их Олег снял сразу после приезда на место в день трагедии. Сегодня 17 часов, 17 июля 2014-го. Рожиданский самолет. Чем он не понравился нацикам? Провокация. Крупов полно. И там дальше мтищики. Остатки. На рассыпной тоже. Зрелище не из приятных. Даже находиться тут было тяжело. Ужас. Что я тут увидел? Ужас. Когда это все видишь, это лучше, как говорится, это и не смотреть, что тут произошло. Там ниже, вдоль дороги, лежала девочка. Детей много было. На борту Боинга находилось 298 человек, среди которых 80 детей. Через три часа после взлета, когда самолет находился недалеко от города Торрес, Донецкой области, связь с ним пропала. А там, может, сейчас чуть дальше, в тюрьме едут, почти километр, наверное. То есть он растыпался? На срезерах, на самом, запчасти валяются. А походу, видать, оттуда еще, да? Судя по месту падения, он планировал долгое время, с 10 тысяч километров, там порядка 20 километров идет полоса, по которой он падал. Это значит, что он сбит был очень далеко от места падения. Обломки лайнера разбросало по огромной территории. Вот много в панели собер, видишь, вперед. Вот кресло пилота, пожалуйста, видишь, как оно уже разорвано. Самые крупные фрагменты упали на поле между селами Грабово и Рассыпное. Сразу после трагедии на место падения выехали пожарные и ополченцы. Село Грабово, Шахтерский район. При въезде в Грабово упала задняя часть самолета, там, где реактивные двигатели. Вот, пожалуйста, смотрите. Площадь удара очень большая. Все горит, поплавился алюминий, обшивка вся. После всего, что произошло, по-любому станешь верующим. Вот, смотрите, вот этот крест, который стоит на въезде у Грабова. С этой стороны находится поселок, который буквально не был затронут падением этого самолета. Разве что, может, стекла где-то у кого-то вылетели от волны. Даже сено не сгорело. И вот, смотрите, что здесь произошло. Картина какая страшная. Просто это ужас. Прошло два с половиной месяца. Но и сегодня большая часть фрагментов остается здесь. На полях и у домов местных жителей. Как первый день упало, но до сих пор оно все лежит. Вот это вот от самолета, да? От самолета, да. Никто нечего. Я сначала думал его проникнуть туда. По международным правилам, во время расследования авиационных катастроф необходимо собрать все обломки. А потом из них попытаться в ангаре полностью восстановить лайнер. Первым делом исследуют останки самолета на месте крушения. Все это внимательно изучается, документируется, анализируется. Естественно, расследователи должны эти обломки были собрать и выложить, как говорят у расследователей, макеты самолета, чтобы иметь четкое представление, откуда, с какой точки было осуществлено вот это внешнее воздействие. Международные эксперты не провели необходимых по регламенту действий. Можно ли, не имея всех элементов, качественно провести расследование катастрофы? Это вот хвостовая часть. Вот видите, фюзеляж идет на сужение. Это хвостовая часть самолета. А вот в поле, вон в поле, там он прям видно, лежит крыло от хвостовой части. Власти Донецкой Народной Республики и местные жители не трогают обломки. Они продолжают надеяться, что международные эксперты приедут сюда и заберут оставшиеся фрагменты. Пока все версии основаны не более, чем на анализе фотографий. С точки зрения реального расследования, к сожалению, это совершенно недопустимые выводы. Потому что делать точные выводы можно лишь, анализируя конкретные поражения тех или иных элементов фюзеляжа, которые сохранились и могут быть доступны для идентификации. Та формулировка насчет высокоэнергетических объектов, которые поразили воздушное сутно, она очень расплывчата и, собственно, ни о чем не говорит. Источник повреждения лайнера в предварительном докладе не определен. Как был нанесен удар? Что стало его причиной? Услышали два хлопка. Первый хлопок услышали, мы в доме были. А второй хлопок уже выскочили, он сильнее был. Крутилось это в воздухе, оно крутилось. И сразу не сообразили, что оно почем. Видим, что большой кусок что-то летит, и сыпется с него много кусков. Сначала во двор сюда тянуло самолет, а уже начало планировать в эту сторону. Слышу шум, поднимаю голову, вот он падает на нас и разваливается. Я уже попрощался в силе, сродними километров, может, 200-300 остается каких-то. И потоком воздуха раз, ба-бах! 17 июля, в день катастрофы, села Грабово и Рассыпное, как и сегодня, находились под контролем Донецкой Народной Республики. Украинские позиции располагались в селе Никишино. Это в 10 километрах от места трагедии. Мирные деревни регулярно обстреливались украинскими военными. Жители поначалу приняли авиакатастрофу за очередную бомбардировку. Когда самолеты же бомбили нас, мы и так приседали, тут ложились на пол. А это слышим, летит. Что я слышала? Летит. Бах! И дым черный. Оттуда он, с той стороны повалил. Ну, грохот такой был, что мы там поприседали. Был большой взрыв. Он летел, но там действительно иллюминаторов не было видно. Ну, на уровне самых высоких деревьев было. Без пару минут пошел звук улетающего самолета. Хороший звук улетающего самолета. В ту сторону. Самолетов было два. Один прошел вот так. Ну, вот так. В ту сторону. Ну, в общем, было два самолета. Накануне трагедии спикер Совета национальной безопасности Украины Андрей Лысенко заявил, что авиация ВВС Украины получила разрешение на боевые вылеты в зоне проведения антитеррористической операции. И что было уже совершено 12 боевых вылетов. Однако в день катастрофы, сразу после трагедии, украинцы заявили, что никаких военных операций с применением авиации не проводилось. Они загибли летака, украинская авиация не працювала. Так совершали ли украинские самолеты боевые вылеты в зоне падения Боинга в день катастрофы? Четкого ответа на этот вопрос международные эксперты так и не дали. В общем-то, довольно понятное поведение командования украинской армии. То есть сначала заявлялось одно, а по мере накопления объективных данных, что это не так, было принято опубликовать другое. Это все только лишь потому, что, очевидно, нет стремления докопаться до истины, почему произошло авиационное происшествие. В Германии представители левой партии Бундестага отправили официальный запрос в правительство с просьбой предоставить все имеющиеся данные разведки о катастрофе под Донецком. Я был очень удивлен, что Германия, страна, имеющая тесные торговые связи с Россией, так без всяких оснований встала на сторону США и даже выказала свою преданность США в плане критики и демонизации России. Поэтому я подал запрос в федеральное правительство Германии, какими сведениями оно располагает, кто виноват в том, что самолет был сбит. Я получил ответ со стороны правительства Германии. Ответ был достаточно интересным. Правительство Германии утверждает, что оно ничего не знает не про то, был ли сбит самолет, не про то, кто несет за это ответственность. В любом случае было указано, что в этот день на востоке Украины была зафиксирована активность системы СА-3. СА-3 – это по классификации Министерства обороны США, зенитно-ракетный комплекс С-125 или Печора. Эта система давно снята с вооружения в России, но все еще производится и используется на Украине. Система С-125, она и предназначена для поражения воздушных целей на таких высотах. И вполне можно было сбить этой ракетой этот самолет. Этот рекламный ролик компании Укроборонсервис подробно рассказывает о плюсах системы Печора, а также дальность ее действия и убойной силе. ЗРК С-125-2Д предназначен для поражения самолетов стратегической, тактической и морской авиации. Минимальная высота поражения – 20 метров, максимальная высота поражения – 21 километр. Горизонтальная дальность до дальней границы зоны поражения – 27 километров. Мог ли малазийский лайнер быть с украинской системой Печора? Можно ли по пробоинам фюзеляжа определить тип воздействия на самолет? Если везде видите наружу, он загнут, а когда он рвался, ломался, то именно вот сюда вот попадут. Вот это отсколки от ракеты. Вовнутрь, вот здесь вот. Конкретный тип зенитно-ракетного комплекса и его ведомственная принадлежность не вызывает сомнений. Это вооруженные силы Украины. Детальный анализ может быть произведен после того, как обломки Боинга будут эвакуированы с места катастрофы. Эксперты смогут составить точное, сделать точный вывод относительно того, каким именно оружием был уничтожен малазийский самолет. Изучение места катастрофы на протяжении нескольких недель после трагедии затруднялось тем, что с украинской стороны проводились обстрелы территории падения Боинга. Эта воронка, она ж явно не от Боинга. Нет, нет, ее не было. Когда произошла катастрофа, ее не было. Это потом обстрел был в этой территории. Это мина. Не, ну это что-то легавица, что такое. Это явно не мина. Это что-то мощное. Там и ополчения нет. То есть кого-то там накрывать артиллерийским огнем, ну это вообще не имеет никакого смысла. Это был способ каким образом зачистить следы. Первый взрыв, да, был вот здесь. Вот на месте падения самолета, он там рядом. Я вам покажу сейчас. Воронка, гляньте, какой глубиной-то. А вот следы от того же обстрела. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите, какая глубина. Тут два метра глубина только. Это какая мощь. Что-то такое, это даже не градом. Вот, я не знаю, чем это. Чем больше проходит времени, тем больше исчезают те элементы, по которым можно восстановить полную картину. Поэтому применение массированных обстрелов вместо падения как раз было направлено на то, чтобы затянуть время расследования и тем самым скрыть истинные причины падения самолета. Малайские представители не оставляют попыток вернуться в зону катастрофы и сегодня. Премьер-министр Малайзии после встречи с Арсением Яценюком на полях Генассамблеи ООН сообщил, что глава правительства Украины не назвал ему дату, когда на месте трагедии сможет возобновиться расследование, и что Киев не гарантирует там безопасность экспертов. При этом Наджи Празак добавил, что у малайской стороны налажен канал связи с полченцами, но им приходится принимать во внимание реакцию Киева. Искусственные препятствия в расследовании катастрофы создавались с самого начала. Сразу после трагедии вечером 17 июля представители Донецкой Народной Республики предложили заключить перемирие с украинскими властями для проведения расследований и гарантировали безопасность международным экспертам. Кроме необходимости начать расследование, требовалось срочно принять меры в отношении тел погибших. Которые были разбросаны на огромные территории. Этого ждали и родственники жертв по всему миру. Вот там одно мужчина, там дальше женщина тоже, тут женщина лежала. Я ж так иду, смотрю, тут народ уже полно, вот местный, смотрите, этот объект. Вот беленький, да? Да, здесь, да, труп лежал. А с самолета выпавший? С самолета выпавший, да. А там, говорят, детки где-то, детки падали где-то. Господи, ну за что это там все? Куда ходила, с точки ставила, свечки лежала. Был, посмотрю, там лежат те тапочки, господи, детки такие маленькие. Люди погибли сразу в герметизации, получается, так. Перепад давления, у них закипела кровь какого-то по его подвозу. Они погибли еще там, на высоте. Смерть людей, которые были на борту, была практически мгновенной. Во-первых, это взрывная декомпрессия, когда резко меняется давление. Те частицы, из которых состоит наш легкий, они просто разрываются, лопаются, как шарик. Второе, это то, что из-за динамического удара, а самолет летит на такой высоте примерно со скоростью 800-900 км в час, сила воздействия воздушного потока такова, что она просто действует, как бомба. Самолет просто разрывается воздухом. Местным экспертам европейские чиновники запретили проводить какие-либо самостоятельные работы. На третий день приехали медицинские эксперты отсюда, с Донецка. Ну, опять же, по их словам, им сказал Киев, типа, разворачивайтесь, уезжайте, если хотите. Ну, если не хотите, неприятности. Вот и все. Они развернулись, сказали, что это не их работа, это не их компетенция. Вот и все. Промедление в этих условиях было критическим. 19 июля представители Донецкой Народной Республики, вопреки желанию украинской стороны, согласовали с европейцами процесс сбора и погрузки тел. Останки фотографировали, чтобы затем передать снимке следствию. Тела поместили в рефрижераторы вот на этой, ныне брошенной железнодорожной станции Тарес. Возили сюда тела машинами, саживали трупы в этот рефрижератор, он поддерживал холод, стоял здесь на пути, ждал своего, как говорится, часто отправленного, пока свезут все тела. Суть все было под контролем. Все делалось в быстром режиме, все свозилось, все сюда как можно, а надо было быстрее отправить тела, чтобы прошло независимое расследование. Отправить поезд телами жертв удалось только 21 июля. После того, как в Тарес, наконец, доехала группа голландских и малайзийских экспертов. В ночь на 22 июля ополченцы передали малайзийцам бортовые самописцы рейса MH17. В первые же дни после катастрофы многие родственники погибших хотели приехать на место трагедии. Но власти Украины не рекомендовали этого делать, ссылаясь на опасность зоны падения самолета. Единственными, кто не поддался на запугивание, оказалась пара австралийцев, чья дочь летела на этом самолете. Мы обещали нашей дочери, что мы приедем, как только сможем. Это был вопрос времени и все. Мы должны были прилететь сюда в ту же минуту, когда это произошло, на следующий день. Официальные власти Киева отказались помогать австралийцам. В результате Ежа и Анжела поехали на свой страх и риск на обычном участнике. Когда мы услышали о том, что произошло, первое, о чем мы подумали, как нам теперь жить дальше. Но потом поняли, что мы должны прислушаться к себе и приехать сюда. Я Фатима, инновативный и креативный инженер. Фатима только получила диплом бакалавра в Голландии и отправлялась домой к родителям в Австралию. Ей было 24 года. Мы за мир. Она была за мир. Она и сейчас за мир. Она всегда будет за мир. На борту малайского Боинга находились граждане десяти разных стран. Родственники троих погибших, подданных Германии, намерены добиваться справедливости в Страсбургском суде. Они считают, что правительство Украины не смогло обеспечить безопасность рейса и потому несет ответственность за произошедшее. Украина могла бы предотвратить это, закрыв свое воздушное пространство. Она должна была это предотвратить, потому что согласилась соблюдать международные обязательства. Но она этого не сделала. Это вполне ясное обвинение, которое может быть доказано очевидными фактами. И оно должно иметь ясные последствия. Как малайзийский Боинг оказался над зоной боевых действий? Почему украинские власти полностью не закрыли воздушное пространство над территорией, где шли бомбардировки, обстрелы и работала авиация? Все равно основная вина лежит на украинской стороне, потому что нельзя было допускать пролет гражданских воздушных судов над зоной боевых действий. Соответственно, она не закрыла воздушное пространство, и самолеты летали каждый день, рискуя пассажирами и жизнями граждан. Спустя более чем два месяца после трагедии, вопросов о причинах и обстоятельствах катастрофы остается гораздо больше, чем ответов. Когда мы узнаем истину о произошедшем? Сможет ли Международная комиссия дать ответы на все вопросы? Я не могу исключить вероятность того, что мы не сможем узнать правду из-за того, насколько политизированный характер данное расследование имеет. Я не знаю, чем мотивирована комиссия, но ее поведение, оно, конечно же, несколько странновато, а может быть, и вполне объяснимо. И похоже, что она и в целом мировое сообщество не заинтересовано в определении истинных причин катастрофы, намного удобнее оставить все как есть. Продолжение следует...